поставили хронически фолликулярный фолликулярный теперь появился у нас термин эндометрит сиди 138 3 в зоне поле зрения сидит 20 в поле зрения 16 в очагах схопления до 40 сиди 56 42 и человек dr 45 поле зрения есть ли шанс забеременца таким показать достаточно высокая концентрация клетокиллеров естественных это сиди 56 42 и в принципе такое может быть то есть это зависит от фазы цикла когда взяли анализ от зоны куда попало где взят был вот этот проба которая пошла в анализ поэтому сиди 56 42 процента иногда начинает фантазировать на эту тему врачи гистологической диагностики врачи патологи это как раз те клетки которые присутствуют и они обеспечивают защиту слизистой оболочки матки от беременности то есть плохой беременности уже что называется и они защищают беременность от очень многих факторов риска то есть открыты там должны быть дальше сети 20 клетки тоже могут быть то есть эти двадцатые клетки это были лимфоциты это пан-маркер б-лимфоцитов и у этих б-лимфоцитов если они активированы это могут быть появляться маркер dr-45 поле зрения то есть идет какая-то иммунная реакция потому что появилось большое количество антиген представляющих клеток то есть часть из них могут быть были импоцитами а часть возможно просто дает окраску такую это возможно различные макрофаги могут давать и так называемые дендритные клетки то есть вот только небольшое количество клеток может давать вот эти вот на своей поверхности но это говорит о том что есть активация иммунного ответа но опять-таки очень трудно интерпретировать анализ потому что вот самый сами по себе были лимфоциты тоже могут присутствовать составлять часть ассоциации которые могут быть в эндометрии а вот эти 138 это высокоспециализированные б-лимфоциты которые относятся к классу плазматических клеток и они часто являются маркерами хронического эндометрита поэтому забеременеть безусловно шанс есть здесь надо смотреть иммунограмму и возможно вот такое количество и такая высокая активность бы звена иммунитета может быть связано с риском срывы иммунорегуляции по аутоиммунному пути поэтому важно углубленное обследование на аутоиммунные показатели исключение целиакии хронических заболеваний кишечника и проблем с рисками которые связаны с сахарным диабетом на всякий случай я бы посмотрел бы и иммунограмму здесь я бы рекомендовал бы сделать обязательно и вот уже по набору этих факторов просто смотреть просто что происходит и вот эти среди 138 на западе является просто показанием к тому проводить или не проводить антибиотикотерапию находимся где 138 клетки проводим антибиотикотерапию у нас из этого если вы живете в россии там где-нибудь в крупном нашем городе москва петербург и так далее вокруг этого создана целая философия так называемого аутоиммунного тереть аутоиммунного эндометрица который я абсолютно не могу согласиться потому что идет гипердиагностика состояние по поводу существования самого существования которого нет никакого согласия среди специалистов но можно так говорить своей среде то внутри узкой тусовки и ты так привыкаешь говорить о том что это все является некой данностью что тебе кажется что если кто-то тебе возражает это какой-то уже абсолютно нонсенс но посмотрите но нет международной литературы вы об этом можете публиковать там своих публикациях местных понимаете но одно дело понимаете там философствовать у себя на огороде а другое дело философствовать в международном сообществе и на уровне международного сообщества никто вас не поддержит господа если вы будете вот также продвигать концепцию аутоиммунного эндометрита без серьезных на это основание а так внутри узенькой тусовочки вы можете рассуждать заставлять пациентов проходить какие-то бесконечные курсы лечения физиотерапии лаеннеком плазма лифтингом и так далее и так далее понимаете то есть в общем то создавать проблемы иногда вместо того чтобы проводить лечение вот я бы просто провел бы лечение хронического эндометрита один максимум два курса антибиотиков то что я обычно я в этот аутоиммунный эндометрит не верю совсем я считаю что это идет гипердиагностика абсолютно необоснованная и готов спорить со специалистами которые готовы возражать пожалуйста без проблем но вот с точки зрения монолога я могу сказать что эта вещь очень-очень спорная а и Субтитры подогнал «Симон»